Всем привет! Часто мы сталкиваемся с ситуацией, при которой мы ждем тот или иной фильм. Смотрим трейлеры и тизеры, если это экранизация, то читаем книгу, если это ремейк, то смотрим оригинал. В общем, так или иначе, готовим себя к походу в кино. Потом мы идем в кино, и фильм по какой-то причине нам не нравится. То атмосфера не цепляет, то рейтинг не тот, то актеры не справились, то не похоже на оригинал или книгу, или наоборот, уж слишком похоже. В общем, бывает всякое. А иногда фильм, от которого ты откровенно не ждешь ничего хорошего, вдруг оказывается отличным творением. В общем, так или иначе, все сводится к тому, что наши ожидания по той или иной причине не совпадают с впечатлениями после просмотра фильма. Смысл же этой рубрики заключается в следующем. Я записываю один ролик о фильме, который я жду, по какой причине я его жду, и что от него ожидаю. А второй ролик к этому фильму выходит, когда я его уже посмотрю, и попробую сравнить ожидания до и впечатления после. Так вот, поговорим о грядущем фильме Фантомас. Почему же я не использовал слово ремейк? А потому что создатели не позиционируют его как ремейк, а как еще одну экранизацию. Ведь изначально Фантомас был создан французскими писателями Марселем Оленом и Пьером Сувестром еще в 1911 году. Фантомас фигурирует в 43-х романах. Выходило достаточно большое количество экранизаций в виде мини-сериала еще в немую эру кинематографа. Выходили они также в США в 20-е годы, также в 80-х годах во Франции и ФРГ. Ну и конечно трилогия из 60-х с Жаном Морре и Луидо Финесом. Он, как ни трудно догадаться, у нас в стране наиболее известен, и что там скрывать, даже любим. Но у фильмов 60-х есть серьезные отличия от оригинала. Какое? А эта трилогия является по сути комедией, чего в оригинале и близко нет. Это атмосферный, серьезный, таинственный, при этом авантюрный роман с элементами детектива. Да еще с таким злодеем, как Фантомас, который в книгах описан как социопат и садист. Кроме того, он суров и беспощаден абсолютно ко всем, даже к своим детям. Короче, воплощение абсолютного безликого зла. В общем, и с персонажами, и с сюжетами для еще кучи экранизации материала хватит. И поэтому очень круто, что это не очередной ремейк, которых уж слишком много в последнее время штампуют. А именно экранизация. Кто же будет снимать Фантомаса? А режиссером и сценаристом будет Кристоф Ганс, известный по таким фильмам, как Некрономикон 93-го года, Плащащий убийца с Марком Дакаскасом, Сайленд Хилл и Красавица и Чудовище. На мой взгляд, такой список настраивает на нужный лад. По крайней мере, в этих фильмах действительно все отлично с атмосферой всего происходящего. А кто же в ролях? А тут все еще лучше. Это Винсан Кассель и Жан Рено. Крайне хорошие актеры. А вместе они уже играли в отличном фильме «Багровые реки». В общем, и актеры тоже настраивают на нужный лад. Единственное, что пока непонятно, когда он выйдет. Сначала выход перенесли с 2010-го на 2012-й, потом с 2012-го на 2014-й, теперь и на 2015-й. И дальше что? Непонятно. Но я все же считаю, что фильм явно должен увидеть свет, а зритель должен увидеть фильм. Итак, чего же я жду от фильма «Фантомас»? Мрачная атмосфера окружения, соответствующая духу книги. Сюда, кстати, можно отнести, видимо, еще и музыку, но кто будет композитором, пока не ясно. Хороших актерских работ? Ну, тут и так все понятно. Динамичного развития истории. И еще в книгах герои много перемещаются и путешествуют, кстати, добираются даже до России, чтобы события разворачивались в начале 20-го века и их не переносили в наши дни. Еще лучше, чтобы действия разворачивались в канун Первой мировой и во всем ощущалась эта напряженность перед чем-то неизбежным. Или, может быть, вообще прямо во время войны. Интересного и закрученного сюжета. Ну, этого мы, в принципе, все ждем от любого триллера. Вот, пожалуй, все. А вы что ждете от новой экранизации? И ждете ли фильм вообще? Какие у вас по этому поводу мысли и идеи? Может, вы ждете от этого фильма чего-то другого, нежели я? Пишите в комментах или в группе ВКонтакте. Ну что ж, спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова